Обязательно посмотрите! Я в Польше впервые выращиваю лук. Саша? Да-да-да! Контент? Цикруассаны. Это... Ну что, покажи, как ты руль заводишь. Что там? Грэм, да? Ушки, носик. Грэм хороший котик. Что, гулять уже надо идти с ним? Да, шейнику уже надо гулять с ним идти. Да, правильно, сюда на шейку надеваем. Ну только пусть еще Грэм поспит. Это ты у нас ранняя пташка. А все мы спим еще. Вон папа спит. Пусть Грэушка поспит, маленький. Он еще хочет спать. Папа, смотри, я танцую! Папа! Я пойду за круассаном и за коллектиками ялочными. Левочка, пойдем менять трусики. Пойдем менять трусики. Сейчас такая песня, я решил сходить в магазин. В ведронку, которая открывается уже в 6 утра. За горячими круассанчиками. А еще это я очень люблю. Там есть такие конвертики с яблочной начинкой. Я вам покажу, они просто потрясающие. Так прикольно рано вставать на самом деле. Такая особая какая-то энергия. Мы обычно, ну все мы там не просыпаемся. Обычно все в 10, а то и позже бывает. Все зависит теперь, конечно же, не от нас, а от нашего малыша. В зависимости от того, во сколько он заснет, во сколько-то и просыпается. В таком райончике мы живем, симпатичном. Вот там вот наш магазин находится. Пять минут буквально до него идти. И все также находится вот в таком вот месте, где мы живем. Гарнизон это все называется. Прям такой отдельный город. Я его так называю. В гарнизон можно вообще не выезжать. Здесь есть все. Есть рестораны, кафе, магазины. Реально абсолютно все. Тут салоны, парикмахерские. Вот она наша бедроночка. Бедронка это божья коровка. Наши круассанчики. Есть обычные, есть шоколадные. Вот столько они стоят. Возьми три, купи дешевле. А вот они наши конвертики. Сейчас я их все и заберу. Так что прошу прощения. А вот и папа пришел. А мы тут только кашку собираемся готовить и кофе. Левка, привет. Классно выглядишь. Я тебе круассаны принес. Покажу вам, как мы готовим Левке кашу. Смешиваем вот четыре вот таких вот ингредиента. Даже пять. Еще смесь. А Лева хочет круассан, мне кажется. Нет, сначала каша. Каша мама говорит сначала. Вот. А папу поцелуешь? Так, у нас вот закипела водичка. И вот эти вот все штучки смешиваем. Вот здесь такая кашка, как немножко мюсли. На столе такая каша, на самом деле вот она не очень. Вот здесь отрубы я вот добавляю ложечку. Здесь просто такая вот фолькон драй и смесь. И добавляем немножко сливочного масла. Кашку будешь кушать? Да, да, да. Спрашиваешь, давай кормим. Папа, кофе делай, да? Who you think I am? Еще я вам хотела показать, что я выращиваю лук. Смотрите, как в детстве поставила в стакан луковицу. И как в старости. И выращиваю. Нет, мы в школе так вот делали. Выращивали лук. У нас даже такое задание было. Каждому вырастить такую вот луковицу. Вот это так прикольно. Смотрите, он прям такой толстенький растет. Потом в холодник пойдет. А вот тут нарциссы, тоже похожие на лук. Не очень у меня получается цветы вообще выращивать. Мама у меня цветы умеет и любит выращивать. А я не очень. Почему на голове не растут цветочки, А растут они в траве и на каждой кочке? Доброго вам всем утречка. А я пойду есть свой шоколадный кросс. А чего ты свои треугольнички не ешь? Яблочные. Сто штук себе набрал. Это самое вкусное потом. Что такое не получается? Ну давай попробуй, у тебя получится. Я в тебя верю, котик. Вот так вставим сюда и попробуй теперь. Вопа! Давай, давай. Ура! 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 Какие ваще! Это Лёва. Вот мама. Ура! А где папа? Где папа? Вот папа твой, да? Папа нам рассрабатывал. Сделал такую красивую фотографию на годовщину свадеб. Папа, смотри. Папа. Классные. Это тебе фонарик, Лёвушка. Это фонарик. Такая у нас игровая зона. Подвинули вот так кровать. Пастелили, коврик. И вот так играем. Вот это подробно сейчас. Видишь? Тигр. А что там дальше? Давай посмотрим. О, лев. О, немножко грива вылезла. О, крокодил. Дил-дил плывет. Это слон. Смотри, какой. Трогай слона. Какой классный. Да. Короче, Лёва сегодня взял и научился залазить сам на диван. Посмотрите на это. Да, я, кстати, вам, ребята, хотела показать, какие у нас соседи классные. И вместе с вами разобрать вот этот пакетик. До сих пор не разобран. Принесешь, Саша? Саша, давай разберем одежду, которую нам принесли. Я не могу. Саша, ну давай. Он принес ванну. Принес ванну. Выпись в чашечку. Лёва, будем одежду разбирать с тобой? Папа. У нас вот такие соседи, у которых тоже ребёнок Лев, но он немножко старше, чем Лёва. И они вот нам вещички уже второй раз дают. Да, спасибо вам, если вы это смотрите. Спасибо вам, дорогие соседи. Лёве тоже очень нравится одежда. Сейчас будем складывать всё. Спасибо большое. Вот такие классные вещички. Нам очень приятно. И очень мы рады. Да, Лёва? Ты уже одеваешь. Он уже одеть хочет. И может спать уже. Четыре часа уже прошло после того, как Лёвочка проснулся. Да, это так всегда происходит. Четыре-пять часов Лёвушка активничает. Лёвочка молочка тёпленького выпьет и выйдет спать. Мамочки, нова. Да. Да. Насю, Лёвочка, давай на кровати. Лёвочка проснулся, выспался, мой мальчик. Вот такая вот семейка. Семейка Буги. Буги-дэнс. Буги-дэнс. Вот такой вот у нас всегда порядок дома. Потому что у нас вот парень любит наводить порядки. Слушай, ну на самом деле ещё и места маловато нам. Места маловато, вещей много, поэтому... Справляемся как можно. Мы на самом деле уже очень давно ищем квартиру, но так у нас пока не отличается. Очень тяжело искать с ребёнком и с собакой. Нет, Лёвочка, это штучка не умерла. Да, сейчас не так просто найти квартиру, ещё с нашим пакетом. А у нас ещё и требования, всякие гаражи. Гаражи, у нас собаки. Если ты привык уже к хорошему месту, то куда-то переезжать. И нам очень нравится, во-первых, район, Бернизон. Это такое спокойное место, классное, с которого уезжать вообще не хочется. Поэтому ищем квартиру в таком же ценовом диапазоне. Где-то 3000 злотых плюс оплаты. Это где-то около 700 евро. Нам главное, чтобы была спальня, которая может закрываться, потому что когда Лёва идёт спать, мы тут вообще не можем сглами никакими заниматься своими. Часто такой борделье. Ну, потому что человеку он интересно всё. Да, он всё переворачивает. Он берёт каждую штучку, достаёт, снимает. Он уже далеко залазит, уже со стола может что-нибудь схватить. А сегодня научился на диван сам залазить. Сегодня уже на диван залазит, следовательно. Уже там вот всякие штучки на подоконнике тоже не оставишь. А куда это убирать? Мест нет. Ну ничего, живём дальше. Поцелуй, папа. Ой, какой сладенький. У него немножко там на лупке бубо. Да, бубо. Браво. Миссия выполнена. А что мы есть сглами? Макароны. Только нужно достать курочку разморозить. Баба. Папка. Баба. Короче, Лёва любит нам помогать разбирать посудомоечную машинку. Очень. Прямо это его любимое занятие, наверное. Давай ложечку маме. Давай вот эту ложку. И вот эту. Давай, маме. Давай, давай. О, спасибо, Лёва. Лично я в Польше впервые начал пользоваться посудомоечной машинкой. Понял, насколько это просто гениальное изобретение. Настолько удобно пользоваться в повседневной жизни. Это просто незаменимая вещь. Точно так же, как и стиральная машинка или холодильник. Ты столько времени сохраняешь. Раньше мы жили в квартире, в которой не было посудомоечной машинки. У нас вечером собиралась посуда. С этой работы придём, уже лень её мыть. С утра просыпаешься, у тебя гора посуды. День начинается с мытья посуды. День начинается с мытья посуды. И ты думаешь, господи, ну что за бред какой-то. За жизнь, за что? Да. И ты стоишь полчаса, там, моешь эти кастрюли. А тут быстренько всё загрузил. Она у нас небольшая, ну как и, в принципе, вся квартира. Да, ну как раз для нас хватает. И она экономит воду, чтобы вы понимали. Весь цикл равен одной минуте. Если одну минуту полностью открыть кран, и он вот течёт, столько же тратится на один цикл. Ну а вы представляете, сколько вы тратите воды, когда вы просто моете посуду под краном? Срочно бегите, покупайте посудомоечные машинки! Ну это правда, облегчает жизнь. Хотим очень приобрести робот-пылесос, чтобы он сам тут ездил, собирал нашу шерсть. Ой, где вам там ездить? Ребята, у кого уже есть такие роботы-пылесосы с функцией мойки или без неё, напишите, как вам нравится пользоваться этим устройством, помогает ли. Будем рады услышать ваш опыт. Тони, Тони, ты записываешь, Дэвид. Ух, ты хуууу! Ещё Лёва научился включать печку. Раньше только крутил вот эти вот маленькие крутёлочки, а сейчас уже сжимает на центральную кнопку и запускает. Вот, пожалуйста, он нажал опять. Лёва, что ты футболишь книжку? Её читать надо, а не футболить. Так читай книжку. Тыгры с Кови есть тепло. Смотри, у тигрёнка такой листик, он сидит себе на солнышке с тем листиком, и ему тепло. А Маупце ест зимно. Обезьянка сидит такая на горе ночью, темно, холодно, и ей холодно. Да, холодно обезьянке. Лёвочка обедает. М-м-м-м! 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 М-м-м! М-м-м! Что, кушает Грэм так? Кушает, да, вкусненько. М-м-м! М-м! Давай, Майя! М-м! 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 М! Ты что тут на потуре с папой? М-м! 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 дырочку нашел вот так когда лёвушка засыпает на улице мы его завозим домой и он засыпает дома и вот он уже проснулся и пора его вытаскивать хорошо поспали мне быстренько нужно снять контент для моего визуала поэтому я сейчас попросила сашу у меня немножко заснимет я вам буду показывать как это все происходит ну что у нас уже восемь часов вечера играем в игрушки наша мама там эрида редактирует видео которое я смонтирую которое скорее всего уже вышло на youtube вы его наверно уже смотрели а если не смотрели обязательно посмотрите где-то вот здесь вот будет ссылочка переходите смотрите лёва помаши лёвочка скажи привет ужинаем лёвушка ужинает таким вот омлетикам мне очень нравится такой омлетик мисочку подарила бабушка бабушка дана привет тебе вкусно лёва да вкусно друзья ну что наш день подходит к концу наш лёвочка уже очень устал мы только что поужинали и он уже совсем расслабился поэтому мы будем мыть попку умывать и укладывать готовить его ко сну спасибо что были с нами сегодня мы были очень рады провести наш день сегодня с вами будем и дальше стараться для вас снимать такие влоги а вы пожалуйста не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал если еще не подписаны сейчас комментарии мы вас очень любим машинка так работает все ребят спасибо все ребят спасибо что были с нами до новых встреч всем пока лёвушка помаши и